Девушки отдыхают С холастикой, чтобы не видеть настоящей жизни А теперь Я ночью не сплю с досадой, злостей Что так глупо проворонил время, когда мог бы иметь все В чем не отказывает теперь моя старость Всем почему-то неприятно слышать, когда я говорю А я хочу говорить Прости, Жан, но за последнее время ты так изменился, что я тебя совершенно не узнаю Ты был человеком определенных убеждений А теперь ты точно в чем-то обвиняешь своим прежние убеждения Но виноваты не они, а ты сам Жена моя бежала от меня на второй день после свадьбы С любимым человеком по причине моей непривлекательной наружности Я с тех пор своего долга перед ней не нарушал Я до сих пор ее люблю Верен ей Помогаю, чем могу Счастья я лишился Но у меня осталась гордость В прошлое воскресенье, когда уходили из церкви Я слышала, как говорили про меня И одна женщина сказала Она добрая Великодушная Жаль, что она Так некрасива Некрасива Всю жизнь Работать для науки Привыкнуть к своему кабинету К аудитории К почтенным товарищам И вдруг Несторонне с чего Оказаться в этом В этом склепе Те, которые будут жить через сто Через двести лет после нас И которые будут презирать нас За то, что мы прожили свою жизнь Так глупо И так безвкусно Может быть Они Найдут Способ Быть Счастливыми На твоих Гроза собирается Вон она как Элент и Соня Идите спать Я пришел вас с меня Нет, не оставляйте меня с ним Он меня заговорит Но Надо ожидать Покою Они уже Другую ночь не спят Пускай идут спать Ну и ты уходи Потом поговорим Ради нашей прежней дружбы Прежней нашей дружбы Прежней Самолчи, Нядю Ваня Дорогая Не оставляй меня с ним Он меня заговорит Это становится даже Смешно Нядя, что ты положилась Пойдем, Светикова Я тебя В гостей Вожжу Ножки твои согрею Чаю Пойдем Мать Раздражена И сегодня Раз в двадцать Принималась плакать Неблагополучно В этом доме Оставим философию Дорогая Ну и я Красавчик Вы Уходите Ну вот вам Моя жизнь И моя любовь Что с ними делать Куда мне их девать Чувства Я гибнет даром Как в луч солнца Попавший я Вы и сам Я гибну Когда вы говорите Мне о своей любви Я как-то тупею И совершенно Не знаю Что вам говорить Простите Я ничего не могу сказать Вам Спокойной ночи Иван Петрович Вы пьяны Может быть Может быть Ну я по глазам вижу Что вам это Неинтересно Но я в этом Так мало понимаю А здесь и понимать Ничего Просто Неинтересно И все Откровенно говоря Мысли мои Не тем заняты Простите Дело в том Что мне нужно Учинить вам Маленький Допрос 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 Ну довольно Довольно невинный Сядем Дело касается Моей подчередцы Сонни Она вам нравится Да Я ее уважаю Она вам нравится Как Женщина Нет Еще два-три слова И конец Вы ничего не замечали Нет ничего Вы Не любите ее По глазам вижу Она страдает Поймите это И Перестаньте Бывать здесь Время мое уже ушло Да и некогда Вот так Какой неприятный разговор Я так устала Будто протащила На себе Тысячу пудов Ну Слава Богу Кончили Забудем Забудем Будто и не говорили Вовсе И Уезжайте Вы Умный человек Вы Поймете Ежели бы Вы мне сказали Это месяц Два назад Так я бы Пожалуй А сейчас И зачем Понадовился Этот ваш Допрос Вы Хитрая Ничего не понимаю Хитрая Положим Соня страдает Я это Вполне допускаю Но зачем Вам Понадовился Весь этот Допрос Не делайте Удивленного лица Вы прекрасно Знаете Зачем Я бываю Здесь Зачем И ради Кого Я здесь Бываю Хищница Милая Не смотрите В меня так Я старый Воробей Хищница Что это значит Красивый Пушистый Горек Вам нужны Жертвы Вот я уже Целый месяц Ничего не делаю Бросил Все Жадные Еще встречи С вами Это вам нравится Ужасно Нравится Ну что ж Я побежден И не нужно Было Вашего Допроса Я покоряюсь Знаете Ешьте Да вы С ума Сошли Вы Застенчивы Я Лучше И выше Чем Вы думаете Клянусь Вам Я Сегодня Уеду Бывать Я здесь Не буду Но скажите Как Мы сможем Увидеться Где Мы сможем Говорить Искорее Да Клянусь Вам Клянусь Не нужно Нижний Скоро Мы довольны Довольны Мы забылись Нам нужно Обидеться Нам нужно Обидеться Оставьте Пощадить Нет Приезжай Саша В лесничество Часа Ты приедешь Приедешь Ни че Ни че Ни че Ни че Ни че Садитесь Господа Прошу вас Соня Соня Не слышу Господа Повесьте Так сказать Ваши уши На гвоздь Внимание Я Быть может Не нужен Могу уйти Нет Ты здесь Нужнее всех Что вам Отменено Вам Что же Ты сердишься Если я в чем Виноват Перед тобой То извини Пожалуйста Оставь Этот тон Приступим к делу Что Тебе Нужно Вот и Маману Я начинаю Господа Господа Я собрал вас Чтобы объявить вам Что к нам Едет Ревизор Впрочем Шутки в сторону Дело серьезное Господа Я собрал вас Чтобы попросить у вас Помощи И совета Все мы под Богом Ходим Я уже стар Повен И поэтому Нахожу Свои Время Решать Свои Имущественные Отношения Поскольку Поскольку Они касаются Моей Семьи Жизнь Нахожу 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 Два процента Я предлагаю Продать Его Если денег Мы вложим Процентные Бумаги То Будем получать От четырех До пяти Процентов И я думаю Даже останется Излишек В несколько тысяч Который Позволит Купить нам В Финляндии Небольшую Дачу Постой Повтори Что ты сказал Я предлагаю Деньги Вложить В процентные Бумаги И на излишек Какой останется Купить дачу В Финляндии Не Финляндия Ты что-то Другое Скажи Я предлагаю Продать Имение Вот Это Садыч Ты предлагаешь Продать Имение Превосходно Богатая Идея А Куда Прикажешь Деваться Мне Со старухой Матерью И вот Соней Ну все Это Своевременно Мы обсудим Не сразу Постой Очевидно До сих пор У меня не было Ни капли Здравого смысла До сих пор Я имел Гупость Думать Что Имение Принадлежит Соне Мой покойный Отец Купил Это имение Приданное Для моей Сестры До сих пор Я был Наивен Понимал Законы Не по-турецки Полагал Что имение От сестры Перешло К Соне Да К тем более Все это делается Во благо Соней Это Непостижимо Это Непостижимо Или я Сошел с ума Или Лучше знает Что хорошо А что трудно Говорите Что хотите Что хотите Что ты волнуешь Я не говорю Что мой проект Идеал И если все Сочнут его Негодным Я не буду Настаивать Я Ваше Превосходительство Питаю К науке Не только Благоговения Но Так сказать Родственным чувствам Брата моего Григорий Ильича Женый брат Может знаете Константин Трофимович Лакедем Магистром Постой Мы отделим Погоди После После Вот Спроси ты лучше у него Это имение Было куплено У его Дядя Зачем Мне спрашивать Для чего Это имение Было куплено По тогдашнему Времени За 95 тысяч Отец Уплатил Только 70 И осталось Долгу 25 тысяч Теперь Слушайте Имение Это Не было бы Куплено Если бы я Не отказался От наследства В пользу Своей сестры Сониной Матери Которую Горячо Любил Мало того Я 10 лет Работал Как волк И выплатил Весь дом Я жалею Что начал Этот разговор Имение Чисто от долгов И не расстроено Только благодаря Моим Личным Усилием И вот Не догадался Не догадался Добавить мне Хоть Один Рубер Иван Петрович Почем же Я знал Я человек Ученый И ничего Не понимаю В этом А ты бы Сам мог Себе Прибавить Сколько угодно Зачем Я Не Крал Отчего Вы Все Не Презирает У меня За то Что Я Не Крал Это Было Справедливо И теперь Я Не Был Нищем 25 Лет Я Вот С этой Матери Как Крот Сидел В Четырех Стенах Все Наши Мысли И Чувства Принадлежали Тебе Одному Днем Мы говорили О тебе И твоей Науке Гордились Тобой С благоговением Произносили Твое Имя Ночи Мы купили На то Что читали Журналы И книги Которые Я Теперь Глубоко Презираю Ты Для нас Был Существом Высшего Порядка А твои Статьи Мы Знали Наизусть Но Теперь У меня Открылись Глаза Я Положил Лучшие годы Своей Жизни Ты Мой Злежий Врач И стружка Ушла С теплятами Боюсь Ковы Вороны Не потаскали Ишь Расходились Кусаки Пропала Жизнь Я Талант Умён Смен Если бы Я жил нормально Из меня Мог бы Выйти Шопенгавр Достоевский Достоевский Я Зарапортовался Я С ума Скажу Что Мне Делать Что Мне Делать Слушайся Александра Валерий Не надо Ничего Не говорите Я Сам Знаю Что Мне Делать Господа Пусть убирается Отсюда В деревню Поплице Живёт Тут Рядом Со мною Или я уезжаю Отсюда Так Александр Мы Несчожный Женщик Человек Александр Мы Несчем 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 Мы Сегодня Уедем Несчем 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 Бабушка Дядя Ваня И бабушка Я Они Живи Работаем Для тебя И Мы Боимся Потратить За тебя Копейку И всё Позылаем Тебе Папа Я не Долго Валюту Надо Быть Милосердным Папа Александр Я прошу Тебя Я прошу Тебя Объяснись Поговори Ну Хорошо Я Поговорю С ним Я На него Не сержусь Но Поведение Его По крайней Мере Странное Хорошо Я Поговорю Муж Я Поговори Я прошу Побой С ним Остар Внимание А ты Не волнуйся Батенька Всем Я бы Упока Приживала А должно Быть В этой Самой Африке Жарища Теперь Страшная Не провожайте Меня Не надо Что же делать Надо Жить Мы Будем Жить Живем Длинный Длинный Ряд Дней И долгих Вечеров Будем Трудиться Для Других И Теперь И В старости Не Зная Покоя Когда Наступит Наш Час Мы Покорно Умрем И там За гробом Мы скажем Что мы любили Что мы страдали Что нам было горько И Бог Жалится Над Нами Мы Слышим Ангелов Мы Увидим Все небо В алмазах Мы Отдохнем Мы Отдохнем Я Веру Веру В Fei Б mon В Дель В Слышим В